Друзья, всем привет, с вами Алена и я снова снимаю распаковку, обзор вещей с Вауперис, если честно, я очень соскучилась по новым покупкам и по обзорам, и я не снимала где-то полтора месяца, у меня было такое осознанное потребление, я особо ничего не заказываю, если заказываю, то единичные какие-то позиции, которые мне были нужны, и что-то не особо интересное, но тут набралось огромное количество вещей у меня, и мне захотелось снять для вас обзор, и, как обычно, напоминаю про то, что у меня есть другие соцсети, инстаграм-канал и в соцсети с картинками, можете подписаться, там я появляюсь намного чаще, давайте начнем все распаковывать, мне уже, правда, не дербятся. Первая позиция, которую я заказала, это такую прекрасную мини-юбку, эта юбка идет с вшитыми шортиками, то есть она так и называется юбка-шорты, поэтому мне будет точно очень комфортно гулять, даже если падает ветер, что задерется, вы будете знать, что внизу прошиты шортики. Я очень давно мечтала о такой юбке в стиле 2000-х, мне очень нравится эстетика нулевых, это выглядит очень стильной. По застежке она идет на молнии, и также тут две такие пуговички, я заказывала ее в размере S, и могу сказать, что она маломерит, все строчки очень аккуратно-качественно прошиты, по составу она из хлопка донима на высокой посадке. У протеста также представлена эта юбка в других цветах и фасонах, вы можете ознакомиться и заказать, которая понравится вам больше всего. Давайте распакуем сразу вторую юбочку, которую я заказала. Стоила эта юбочка довольно-таки бюджетная, 432 рубля, и по составу она из вискозы, полиэстера и хлопка. Мне очень нравится ткань, все очень аккуратно прошито. Единственный моментик, мне не убрали аларм, я сейчас не знаю, как его убрать, потому что у меня нет такого аппарата дома, как бы. Я заказывала эту юбочку, чтобы носить ее с гиперовыми штанами, которые у меня с Алиэкспресс уже давно, я просто не знала, с чем их стилизовать. И давайте распакуем джинсы. Заказала такие джинсы с трендовыми потертостями и с вареным эффектом. Мне очень нравится то, как выглядит подобный фасон и принт. И мне кажется, это очень стильно, этот тренд еще не уйдет долгое время и будет с нами, ну, еще год как минимум. И да, я просто фанатка таких джинсов. В общем, я их заказала в 42-м размере, в размерной сетке у продавца. Он обозначен как 26-й и он сел мне идеально. И мне понравилась модель именно этих джинсов, потому что они идут как бы бэги, но при этом они очень секси, прям сидят на талии и на бедрах. То есть они обтягивают как бы талию бедра, а к низу идут такие расклешенные, широкие. И это прям то, что я искала. Но, блин, ребят, эта ткань, это просто посмотрите на ее качество, во-первых. И она очень плотная такая, добротная джинса. Знаете, такие максимально застаренные, винтажные. И это тот эффект, который вообще я искала джинсы с таким эффектом очень долгое время. Вот. И нашла. Ура. По составу они выполнены из 98% хлопок, 2% спандекс. Перейдем к топикам. У меня их тут штуки 4-5. И первый, который я хочу вам показать, он идет с таким очень красивым принтом в виде шрифта такого бортового. И мне очень сильно иногда не хватает таких акцентных цветов, чтобы разбавить образ. И тут я нашла эту идеально минималистичную кофту. Она идет как лонгслив, но при этом тут можно видеть такие края футболки. Это очень интересно выглядит. И, знаете, она очень приятная по качеству. Сначала я думала, что она будет как типичная такая кофта-футболка с Алика. Супер тонкая, некачественная. Она очень такая мягенькая, приятная. Стоил этот топ 1524 рубля. И заказывала я его в размере XS. По составу он идет 95% хлопок, 5% спандекс. Из-за чего он очень хорошо тянется и садится по фигуре идеально. У этого топика прям такой эластичный материал. Можно увидеть, как он тянется. И такой идет полукруглый воротник, вырез. Вот такой вот топик со спущенными плечами в белом цвете. Тут такая вставочка в рубчик. И также мой любимый моментик. То, что здесь рукава с таким вырезом для большого пальца. Это сразу прибавляет плюс вайп к кофте, я считаю. И она идет единого размера, 42-44. Вот из-за этого она мне сидит не в обтяке, а чуть-чуть так полусвободненько. Но это хорошо, круто выглядит все равно. И мне очень нравится ткань. Я, если честно, думаю, что она будет хуже. Но она прям очень мягенькая и приятная. В ней комфортно находиться. И она не сдавливает. И не чешется. Вот. И я думаю, это идеально на такую прохладную погоду, как сейчас. Такую пасмурную. Прямо эта кофточка самое то. По составу этот топ выполнен 50% полиэстер и 50% спандекс. Следующее, что я хочу вам показать, это вот такой вот лонгслив асимметричного кроя. Тут идет такой вырез интересный на плече. И заказывала я в размере S. В черном цвете он идет один. И по составу клопок 92% и ластан 8%. Мне очень нравятся асимметричные такие элементы в топиках. И мне кажется, они очень интересно обыгрывают образ. Добавляют такую изюминку и сразу хочется рассматривать. И я очень давно мечтала о таком базовом черном топе. Вот. Поэтому я его заказала. По материалу он такой не тянущийся, приятный. Вот. Вставлю тут фотографии с примерки. И мне кажется, это идеальная тоже база для кордерова. Также продавец тут положил две резиночки. Это очень приятно. Следующая кофточка это фаворит этой распаковки. Потому что я очень давно мечтала о такой. Она выполнена в таком потертом стиле, как дизель. У меня сразу ассоциация с этим брендом почему-то. И, боже, ее качество, оно прекрасное. Она идет такая в рубчик с застежкой на молнии. И мне нравится то, как выглядят плечи и зона декольте в этой кофте. Потому что сразу такая женственность, какая-то грациозность появляется в образе. И заказывала я ее в размере S. По составу тут стопроцентный хлопок, что очень круто. И действительно мне нравится у этой кофты, что очень плотный, приятный материал, в котором комфортно находиться. И мне понравилось то, что эта кофта выглядит абсолютно так же, как на фотографии. По крою, фасону, материалу прям вообще идентично. Потому что я мерила похожую в таком темно-синем цвете. Я думаю, вы ее тоже много раз видели. И она, к сожалению, выглядела вообще не так. Поэтому выбор пал в пользу вот этой вот кофточки. И, на самом деле, это реально находка, которую я 100% вам советую. И, если честно, я ждала сталкеров эту кофту с зимы где-то. И она стоит где-то 2700-3500. Но сейчас цены упали до 1800. Представляю эту кофточку даже с теми джинсами, которые я показывала вам до этого. И с мини-юбочкой, с такими высокими сапожками. Мне кажется, вообще шик. Вот такая вот миленькая кофточка. Она стоит 899 рублей. Заказываю я ее в размере S. После этого она выполнена из хлопка и полиэстера. И мне очень нравится, что она идет такая двухслойная. То есть тут идет топик. И еще такая обманка, как будто тут еще маечка на завязках. И тут очень милые какие-то бантики вот эти. И да, я бы очень сильно вам ее советовала заказать. По материалу она очень мягенькая. Прям приятная на ощупь. Вот. И как будто бы даже бархатистая. Поэтому, да, это определенно тоже must have. На лето, осень уже. Это белье. Короче, я увидела у подружки на съемке. И она мне его посоветовала заказать. Я не уверена, что я сказала у этого же продавца, как она. Но просто там этот комплект представлен очень много у кого. И я его заказала в белом таком перламутровом жемчужно-молочном цвете. Давайте распакуем. Ну я, если честно, в полном восторге. Очень приятный цвет. Выглядит абсолютно так же, как на фотографии. Материал очень мягенький, приятный. И стоил этот комплект 937 рублей. Что очень бедно для такого дизайна. И все очень аккуратно прошито. Просто идеальная работа. Хорошая работа. В общем, мне очень нравится такой кокет стиль. И такие рюши. Милый вайп от этого комплектика, я бы сказала. Да что ж, я не могу его никак развернуть. В общем, вау. Это просто... Мне хочется просто вот так любоваться на него. Я думаю, он сядет очень красиво. И у продаста представлена огромная цветовая гамма этого комплектика. И можно выбрать вообще на свой вкус и цвет. Я даже засмотрелась на такой кофейный и светло-небесно-голубой цвет. Вот. Если мне понравилось по качеству и по носибельности этот комплект, то закажу еще в другом цвете. Низ этого комплекта мне будет немножечко маловат. Потому что он выглядит очень маленький низ. Но я думаю, он растянется и нормально сядет. Вот. Ставлю тут видео с примерки. Вот такой вот бренд. И, да, заказываю в размере XSS. Молочное цвете. 95% полиэстер. И 5% эластан по составу. У меня уже спрашивали во влоге, откуда купальник. Так вот, делаю обзор на этот купальник. Этот купальник стоит из трех частей. Первый это такой вот лифт на завязочках. Далее низ. И также тут идет в комплекте юбочка, которая очень красиво дополняет этот купальник. И в целом образ выглядит полноценно прям. И этот купальник идет три в одном. То есть его можно завязывать по-разному. И это очень классно. Потому что когда... Очень часто такое бывает, когда на отдыхе, типа, берешь с собой один или два купальника. И становится скучно носить одно и то же. Поэтому его можно стилизовать и зашнуровать по-другому. И будет уже другой вообще образ, другой вайп. Стоил этот купальник 1875 рублей. Что очень круто для такого купальника тройки. И также этот купальник представлен в других цветах. Я точно помню, что был в черном. И я как раз выбирала между двумя. Но так как у меня и так перезабыток черных вещей в гардеробе, я подумала, мне нужен шоколадный цвет. И тем более он очень благородно, красиво выглядит. Ставлю тут фотографии. И он классно сидит на фигуре. Очень комфортный и удобный в носке. Потому что изначально я думала, что он будет спадать. В нем будет некомфортно купаться, плавать. Но в итоге, если его правильно зафиксировать, зашнуровать, то в нем будет очень удобно находиться. По составу он выполнен 82% полиэстер и 18% эластан. Он также идет без чашечек, без эффекта пуш-ап, без косточек. То есть очень комфортно будет ощущаться на теле. Ну и последний лот у нас остался. Это ожерелье. Тут идет очень миленькая записочка. Само непосредственно ожерелье. Такое вот ожерелье. Стоило оно в районе 200 рублей. За такую цену прям вообще супер. По составу, как обычно, бижутерный сплав. Скорее всего, перекуп с Алика. Много всяких декоративных элементов, подвесочек. И из-за этого выглядит интересно. Ну, классное ожерелье. Советовала бы заказать. И это все вещи, которые я хотела вам показать на этот раз. Очень такая большая распаковка, мне кажется, получилась. Потому что я отобрала прям много позиций. К сожалению, некоторые не вошли в этот ролик. Потому что, когда я их мерила на пункте выдачи, они не понравились мне. И не понравилось, как они сидят. Поэтому, да, вот такой вот получился обзор. Как обычно, пишите комментарии. Ставьте комментарии, ставьте реакции. И подписывайтесь на канал. Потому что очень многие смотрят без подписки. И мне обидно. Вот. В общем, да. И буду очень рада вашей обратной связи. Комментарии, лайка, подписки на канал. И всех люблю, обнимаю. Всем пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok